Итак, духовная жизнь является самым главным в жизни человека. Какие бывают виды самосовершенств? Они зависят от развития и развития человека. Я когда начинал духовной практикой заниматься, я иду идти, нашёл вот этим путём. Есть пять сфер влияния силы воли человека. И человек выбирает ту сферу, которая его развивает лучше. Я вам сказал о самой высокой сфере, которая развивает всё. Но вы по опыту, по-своему почувствуете, что есть также и важность в чём-то другом. Вот, например, первая сфера, на которую надо влиять, это сфера тела. И люди, когда начинают слушать мои лекции, они очень сильно привязываются вот к этой стене. Заняться как-то йогой, гимнастикой, соблюдать режим дня. Начать тело своё выводить из состояния отцепенения, влияния невежества. Что, как на тело влияет невежество? Тело под влиянием невежества хочет спать допоздна, хочет поздно ложиться спать, хочет наедаться на ночь. Вот, хочет есть не то, что надо, всякую плохую пищу, которая разрушает здоровье. Вот. Как воздействовать на это? С помощью знаний и желания счастья. Человек вдохновляется правильным общением, начинает рано вставать, начинает вовремя кушать, начинает вовремя ложиться спать, регламентировать свою жизнь. Вот у меня интересный такой был феномен. У меня с детства просто светское пищеварение. Я мог в гости переваривать. Ну, то есть, очень сильный аппетит. Очень сильный. Я экспериментировал по-разному. То есть, сначала я пытался просто кушать понемножку. И у меня ничего не получалось. То есть, я срывался и объедался. Вот. Потом до меня дошло, что нет необходимости вообще что-то обграничивать. Надо просто сделать себе правильный режим. Я сделал работу для себя. Но это не касается всех остальных людей. Это моя личная, как бы, потребность. Я взял и начал кушать только один раз в день. И буквально там фруктик вечером и молоко просто для расслабления. Я просто один раз в день наедаюсь хорошо. И до свидания. У меня все переваривается там внутри. Но если бы я ел два раза в день, я бы наедался два раза в день. Мне бы стул надо было шире ставить сейчас. На лензу. Понимаете? Потому что, ну, я бы просто расслабил. Понимаете? Это индивидуальные особенности. Чаще всего женщинам надо питаться понемножку. И чаще. Вот. Женщины, потому что они не едят, они пробуют. Им надо пробовать пищу, чтобы получить часть от еды. Им надо пробовать ее. Ну, попробовали чуть-чуть, распробовали, все. Больше не хочется. Потом попробовали еще раз. Ну, то есть, женщины вот так вот как бы живут. У них в этом плане вот так громкое питание в основном идет. Мужчины не надо пожрать. Вот. Мужчины не пробуют, мужчины жрут. Вот. То есть, им надо наедться, но ванно. Вот. Но есть правило, понимаете? Лучше наесться днем и поменьше съесть вечером. Но если ты днем не наделся, значит, придется наедаться вечером. Также не надо передать и рано утром. Это, ну, теряется сила от этого. Есть определенные вещи, которые регулируют жизнь. Их надо изучать все. Когда человек и доказывается жить правильно, ему нравится легкой стереи. Не сытость не нравится, а легкой стереи. Ему нравится побеждать себя. Тогда он постепенно приходит к первой стадии работы над собой. Это стадия работы с телом. Я к этой стадии пришел в 12 лет. Мне хотелось закаливаться. Мне хотелось йогой заниматься. Мне хотелось правильно питаться. Мне хотелось режим дня соблюдать. И я вот с этим начал работать в это время. Потом пришло время, и мне захотелось другими вещами заниматься. Я захотел дыхательные упражнения делать, я захотел научиться терпеть что-то. Я начал поститься. Вот смотрите, это уже следующий этап. Когда человек задержки дыхания делает, когда человек постится, когда человек пытается длительные нагрузки какие-то испытывать, бегает на дальнюю дистанцию, допустим, и так далее, это уже следующий вид тела, это называется прана, тело прана. Человек хочет ходить в горы, совершать аскезы, ему надо пост соблюдать, то есть он воздействует на тело праны на свое, закаливание уже на этой стадии находится. Следующий этап развития себя, это воздействие уже на мысли, на психи, на ум человека. Следующий этап развития это воздействие на ум. И когда человек начинает воздействовать на свой ум, он тогда, ему важна атмосфера благостная, ему хочется ходить на духовные программы, слушать лекции, ему хочется духовную музыку слушать, ему хочется правильно общаться с людьми, прощать, просить прощения, желать всем счастья. Это влияние на ум, это следующий этап для развития. Человеку уже недостаточно просто закаливаться, зарядки делать и йогу. Ему надо воздействовать на свое физическое состояние, ему надо создать внутреннюю атмосферу красоты, ему хочется гармонии со всеми людьми. Такие люди выходят на улицу, начинают в гармонию входить с окружающим миром. Они любят красоту природы, им хочется об этом думать, они видят красоту этого мира всего и вот эту благодать Божию. Они как бы думают о природе, о чистоте, о чистых продуктах, о чистой жизни. Ну то есть они начинают хотеть на природе жить уже. Это следующая стадия развития, понимаете? Такие люди хотят в экологически чистых домах жить, их уже не устраивают в бетон. Это следующая стадия развития сознания. После этого идет воздействие на разум. Когда человек уже чувствует, что этого недостаточно, просто гармония, просто красота, нежное отношение, прощение, любовь, я желаю всем счастья. Когда этого недостаточно у человека, тогда он начинает думать о цели жизни. Он тогда начинает думать, а зачем я живу вообще? Вот вообще зачем? А есть ли в этой жизни какая-то возвышенная цель? А может мне свою жизнь надо кому-то отдать? Может есть смысл вообще для кого-то жить, а не просто для себя, для своей красоты, для своего домика, для гармонии с природой и для экологически чистых продуктов? Может быть, есть что-то выше этого в жизни? И тогда человек начинает интересоваться святыми людьми, начинает интересоваться Богом, целью жизни, философией жизни. Начинает интересоваться верой. Начинает понимать, почему люди в монастырь ходят. Начинает понимать, что такое настоящая любовь. Потому что до этого ему казалось, что любовь – это когда мы целуем друг друга, обнимаем и гладим, и в гармонии находимся, и сюсю-пусю. А потом он начинает понимать, что это всё внешнее. Любовь настоящая – это когда ты верность испытываешь человеку, когда ты открываешь ему сердце своё, говоришь о сокровенных вещах, когда ты способен не предавать человеку в трудную минуту, заботиться о нём, пожертвовать своей жизнью ради него. Вот это любовь уже. Это уровень разума. Вот то, о чём я говорю сейчас – это уровень разума. И есть ещё следующий уровень, который вообще недоступен для людей. Большинство людей просто недоступен. Это уровень, в котором человек хочет отдать свою жизнь Богу. Ему недостаточно просто служить. Он хочет полностью, всю свою жизнь, до капельки отдать Богу. И в это время, когда человек на эту стадию выходит, любовь просто летит, как искра из его сердца. Жизнь становится по-настоящему наполненной и счастливой, когда человек доходит до этого состояния. Теперь беда говорится, что начинайте с самого начала, с самого конца, и вы придёте к самому началу быстрее. Если начинать с тела – это очень долгий путь. Лучше начинайте с самого конца. Лучше просто ставьте изображение святого человека, который посвятил свою жизнь Богу, отдал ему свою судьбу. И начните общение с Ним. Запомните одну самую главную вещь в своей жизни. Неосознанно, без всякого понимания на то, то, с кем вы общаетесь, становится вашей судьбой. Вы не сможете тотально этой жизни. То, с чем мы общаемся, становится нашей судьбой. Смотрим телевизор – это становится нашей судьбой. Читаем газету – это становится нашей судьбой. Говорим о монетике – это становится нашей судьбой. Думаем о Боге – это становится нашей судьбой. Да, человек думает о святом человеке, что его женой с судьбой становится. Красота, чистота, верность. И что это значит? Что значит, что это становится судьбой? Это значит буквально следующее. Первое. Человек не хочет жить по-другому. Ему хочется чистоты во всём отношениях. Во всём чистоты. Он не хочет грязи, но и чувствует эту грязь. Начинает чувствовать всю эту примитивность и грязь, которая окружает его в этом мире. Это значит, что не уменяется отношение к себе сначала. Ему уже не хочется той жизни, как раньше. Ему хочется другой. Это первое, что происходит. Потом дальше меняются друзья. Он хочет общаться с теми людьми, которые так же настроены, так же живут. Его не устраивают другие отношения. Разговоры о склетнике оскерняют его уши. Он не хочет это слышать. Он не хочет слышать новости. Не хочет эти попсовые передачи по телевизору смотреть. Его-то не устраивают уже всё. Ему это тошнит от этого всего. Ему противно это всё. Такой человек начинает потихоньку... Потихоньку он ещё не знает, как жить вообще правильно. Когда он привлекается этими вещами, он начинает мучить своих родственников. Говорит, вы все дураки, живёте неправильно, я умный. Он не знает, что это не помогает в это время. Но потом постепенно он узнаёт, как меняется этот мир. Он просто служит своим близким и находится, продолжает находиться в этом состоянии чистоты. И постепенно эта чистота передаётся всем вокруг. Всем без исключения вокруг. Всем, кто связан с сердцем. Причём, знаете, родственники все связаны с твоим сердцем. Хоть ты знаешь что-то о них, хоть нет. Вот у меня есть одна сестрёнка, которая вообще не имела никаких отношений всю жизнь. Она живёт в Израиле. И я с ней виделся, когда ей было всего 5 лет. Мне тогда было 12 лет, я приезжал на Урал в гости к брату моей мамы, к моему дяде. И у него есть дочка, которая в это время, она была ровесницей моей сестры. И было 5 лет. И вот тогда я её видел один раз в жизни всего. Ну, естественно, что прошло много лет, она забыла эту встречу, и всё надобно. И я тоже особо ничего не вспоминал. У нас не было отношений. Ну, они жили там, уехали, эмигрировали, жили себе сами. Мы сами по себе. И она в какой-то момент жизни, она начала интересоваться, как жить по-другому. Начала слушать лекции. И она начала слушать мои лекции. Вот. И она потом видео смотрит и думает, что-то он как-то на дедушку похож сильно. Так уж прямо уж сильно начала об этом думать. Она о фамилии мою тоже не знала. И потом... Она спрашивает у своего отца. Ты знаешь такого человека? Так это твой брат. Она нашла мой телефон, начала мне звонить. Вот. И вот так вот получилось. Ну, то есть, видите, я просто всю жизнь занимаюсь этим. И даже для неё катакилов. Ну, то есть, она родственница же, правильно? Сердце связи всё равно есть. Хоть мы и не знакомы. Но она начала меняться, менять свою жизнь. В результате... Ну, все родственники, все... Веды говорят, если как бы большой водоём наполняется водой хорошо, все маленькие водоёмы, которые питаются от него, все ручейки, тоже наполняются водой. Понимаете? Не надо беспокоиться о родственниках. Если вы живёте правильно, а не все же с вами связаны, их жизнь будет сама по себе меняться. Ко мне подошла... В трамве медическом подошла одна пара. И девушка такая возмущённая говорит. Он хочет, чтобы я сюда всегда ходила и молилась, как он. Возмущённая, очень, как вы говорили мне, молодой человек, улыбается, стоит. Я говорю, не надо её принуждать. Понимаете? Он не понимает, что если ты сам духовной практикой занимаешься, она же твоя жена будущая. Она с тобой в сердце связана. Кто такая жена? Это твоя прошлая карма. Если ты в прошлом плохо к Богу относился, значит, тебе Бог дашь жену, которая тебя будет мучить. Но сколько она же не может бесконечно мучить? Она будет мучить тебя какое-то время. Пока тебе положено. Если ты искренне Богу служишь, она потом её сердце растаивает, и она хорошо ко всему этому относится. У неё уже нет проблем. Понимаете, как это в жизни всё происходит? Наши родственники – это просто наша прошлая судьба. Надо же... Бог же должен нас как-то заказывать, наказать за то, что мы удовлетворяем прошлое. Он вот и делал через родственников. Одна женщина ко мне подошла после лекции, говорит, а не значит, покажите мне мою судьбу. Я говорю, это же просто. Давай не вспоминайте всех знакомых, друзей своих, родственников, начальника на работе. Всех вспомнили? Так, всех вспомнил. Говорю, вставку мысленно вот так покрусите. Поставивай. Вот, я говорю, вот это ваша судьба. Судьба выражается в людях, с которыми мы связаны. Она говорит, ты что, моя прошлая жизнь? Я говорю, да. У тебя в вашей прошлой жизни вот здесь. Все, что заслушали, получили. Знаете, откуда хронические болезни появляются у человека? Вы думаете, отреждают привычек? Нет? Мои хорошие. Я изучал тонкое тело, серьезно, и сделал фундаментальное открытие. Что все хронические заболевания у человека появляются в момент рождения. Я могу точно определить каждому человеку, мне нужно напрячься, посидеть. Определить каждому человеку, просто грудному ребенку, какие хронические заболевания в его жизни будут развиваться. И никогда это не поменяется, понимаете? Мы уже все хронические заболевания с рождения имеем. Вы говорите, мне не повезло, какого ты дурака встретила. Ты не дурака встретил, ты встретил свою прошлую жизнь. И вариантов других нет. Женщина – это противоположность мужчине, поэтому невозможно, как бы, ну, понять. Если женщина очень чуткая, такая, деликатная вся, то какой ей муж достанется? Грубый. А почему так? А потому что грубый мужчина в следующей жизни становится чуткой, деликатной женщиной. Почему? Чтобы ему глупость на себе и стыдать, полность на себе. Вот и все. Вся эта система. Избугает девушки. Не бойтесь. Устроен этот мир. Все здесь нет. Когда человек молится и обращает свое сознание к святому, то все это раскрывается. Эта картинка этого мира вся раскрывается полностью. Все становится понятно. Люди становятся понятны со всеми экстрадрадальными трудностями. Становится понятно, к чему человек может прийти в этой жизни, к чему он стремится. Людей становится очень жалко. Потому что чувствую, что человек в следующей жизни не получится человеческое рождение. Родится животным. Это печально. Чувствует, что человек имеет богатство, допустим, он образованный, богатый. Но в следующей жизни попадет в ад. Почему? Потому что живет неправильно. Бога в его жизни нет. Страшно, правда. Ты ему ничего не объяснишь. Вот он сидит в самолете в бизнес-васе, смотрит на тебя, как король. И не понимает, что скоро вам страшно, правда. Но возникает со страданием. Хочется посидеть потом здесь в самолет, помолиться за этот человек, чтобы ладно попал. Такая жизнь лучше, поверьте мне, чем думать только о себе. Есть один великий святой. Я не помню, как конкретно его зовут. Но такая история. Может быть, вы вспомните, скажете. Он был сапожником в жизни. И он очень сильно молился и был таким возвышенным человеком. Ему Бог открыл дар великий. Он начал чувствовать судьбу людей. Судьбу людей начал чувствовать. И он, понимаете, люди такие возвышенные, они очень добрые, такие жизнерадостные по своей природе, скромные, смиренные, простые. Простой человек кажется, что он глупый. Но на самом деле это высшее проявление мудрости, красота. Потому что она ближе к душе. Вот если вы хотите понять, что такое душа, посмотрите на маленького ребенка. Он простой такой. Вот душа, она такая. Она простая, честная, искренняя, наивная такая. И святой человек вот так же, как ребенок такой. Честный, наивный, красотой. Понимаете, он стал душой при жизни уже, при этом. Он чистился от всех грехов. Этот человек был таким. И он, к нему пришел барьер, сапоги печенья. И барьер такой гордый. И такой издевался над ним, заказ его додавал. Он смотрит на него и говорит. «Сделай мне сапоги, чтобы я их никогда не сносил». И угораю над этим сапожником. А сапожник тоже смеется. Ты, говорит, что смеешься-то с сапожником? Он говорит. «А я смеюсь, что я смогу тебе такие сапоги сделать, чтобы ты никогда не сносил». И смеется такой. Счастливый. Ну, по-доброму союз. А тот говорит. «Да ну». Говорит. «Ну вот, клянусь тебе, что сделаю тебе сапоги, чтобы ты никогда не сносил». И он говорит. «Когда сделаешь?» Он так посмотрел внимательно, посмотрел на этот человек. Говорит. «Да послезавтра сделай». Говорит. «Так быстро?» Говорит. «Да, так быстро». И на следующий день этот человек по судьбе должен был просто тело оставить. Ну, что толку ему об этом говорить? Он ему сделал эти сапоги, которые он никогда не сносил. А потом он просто ушел в монастырь. Он понял, что нет смысла в этой жизни. Понимаете, вот такой, в которой все живут. Я как-то за одним муравьем наблюдал. Он очень быстро, интенсивно, очень целеустремленно бежал в одну сторону. В том раз развернулся и назад, так же очень целеустремленно бежал. Опять назад побежал. В том моменте церкнулся опять в ту же сторону. Очень целеустремленно и быстро. Так течет наша жизнь. Мы куда-то бежим все время. Очень целеустремленно и быстро. Но с точки зрения духовного развития, это бекадня на одном месте. Потому что душа-то не очищается. А цель жизни человеческая, в качестве душу, приблизиться к Богу. В этом смысл нашей жизни. Нет другого смысла. А с точки зрения, ну, заработал деньги, ну, хорошо, ну, женился, ну, там, и дети, все классно. Жизнь течет хорошо. Река жизни течет хорошо. Куда она течет? Вверх течет? Вниз течет? Или просто течет? Подумайте об этом. Потому что река жизни должна через аскетку течь в веру. Жизнь должна возвышаться человеком. И должна, река жизни должна стать духовной. И перейти в духовную жизнь, в духовную часть. В этом смысл жизни. И в веру человек не может направить течение своей жизни сам. Это возможно только через сильное доверие, сильное перенятие качеств, сильное углубление в отношении со святым человеком. Только такой способ возвышения своей судьбы. Нет другого способа. Через близкие отношения все меняется в нашей жизни. Женщина, близко общаясь с мужем, в следующей жизни рождается с его характером. И даже внешним видом похожим на него. Мужчина, близко общаясь с женой, любя ее, в следующей жизни рождается с женщиной, похожей на... Те люди, которые совсем живут в атеизме, в паре, в депрессии, у них нет никого, кроме двух собачек. Это значит, что в следующей жизни они будут рождаться похожими на этих собачек. А собачки, которые всю жизнь общались с этой женщиной одинокой, в следующей жизни рождутся людьми, которые будут похожи на собачек. Но уже в человеческом теле. Им тоже будет хотеться заводить собачек. И так это все будет меняться одно за другим. Ничего не меняется по сути. Понимаете, человек должен вырваться из этого круга. Он должен думать о святости как о самом главном в жизни. Иначе жизнь будет течь не в том русле, в котором надо. Это русло не поможет. Не поможет вырваться. Понимаете, чем больше мы думаем о своих проблемах. Я не замужем, у меня нет работы. У меня то, все... Это все замкнут и труд. Эти мысли не помогают из-за того вырваться. Итак, какие виды самосовершенствования бывают? Я вам писал виды совершенствования с точки зрения развития личности.